Вместе работать на результат для общего дела, обмениваться опытом, применять, развивать. Именно эти действия в очередной раз определяют смысл международной научно-практической конференции «Комплексный инжиниринг в нефте-газодобыче. Опыт инновации развития». В шестой раз ее организатором при поддержке правительства Самарской области выступает ведущий в российской нефтяной отрасли комплексный институт по проектно-изыскательским работам «Гипровостокнефть», который входит в группу компаний «Зарубежнефть». Все здесь обмениваются опытом и понимают, а что же нужно сделать, чтобы ускорить процесс, удешевить его и сделать его лучшим. Это остается практикой, потому что мы под это делаем новые разработки, мы синтезируем все полученные знания, извлекаем опыт, работаем над ошибками, безусловно. И это приводит к эффективности любого проекта. Два дня больше 270 участников. Представители российских и зарубежных компаний, лидеры нефтегазовой отрасли в нефтехимии и металлургии. Специалисты разных профилей, которые принимают участие в процессе проектирования и строительства объектов об устройстве месторождений. Представители IT-компаний, власти, производители оборудования и ученые. Десятки докладов на актуальные темы, которые отвечают вызовам новой реальности. Без импортозамещения, на самом деле, сейчас, как без этого вектора, наверное, неправильно не получается развивать современный мир таков, какой он есть. Поэтому это однозначно одна из актуальных тем. Но помимо этого, еще является современным шагом, сами видите, в сфере IT семимильными шагами. Поэтому нефтяная промышленность тоже не может без этого никак быть. И это достаточно серьезный вызов, в котором мы работаем очень-очень активно. В этом году расширена и область обсуждения тем. Интерес участников вызывает секция «Цифровизация. Искусственный интеллект». Обсуждают опыт применения методов машинного обучения, 3D-проектирования объектов капитального строительства, применение электронно-цифровых паспортов объектов и цифровых двойников. Передовые технологии представляют IT-специалисты АО «Гипровостокнефть». всего комплекса электронно-цифрового паспорта. На самом деле это новое направление. Практически все сосредоточились сегодня на крупных программных платформах, на паспортах, которые содержат в том числе 3D-модели. Но это совершенно необязательно. Поэтому это тоже вот мы предлагаем на рынок. На конференции были подняты очень хорошие темы. В первую очередь мне лично понравилась именно цифровизация, автоматизация. Это то, что в будущем, я думаю, в ближайшем будущем, в ближайшие 5-10 лет будет уже обыденностью. Буквально вчера в рамках конференции мы познакомились с одним потенциальным заказчиком, который изъявил желание работать с проектным институтом именно из Казахстана. Я думаю, что мы от слов к делу перейдем в будущем и из этого возникнет хорошее партнерство. Секции конференции также посвящены обустройству месторождений, импортозамещению, инжинирингу бурения. Коллеги обсуждают комплексное сопровождение объектов нефтегазовой отрасли, ценообразование в инженерных изысканиях, работу на объектах со сложным рельефом и условиями. Мы хотим предложить заказчику бурение многоствольной скважины. То есть мы свои технологии разработали, чтобы ее удешевить. И более дешевым способом, более простым способом хотим оказать бурение многоствольной именно геотермальной скважины. Такого еще бурения не проводилось. У нас сейчас рекорд скорости достигнут более 40 метров в час. именно этим долотом. Но средние выходят по секции 393-й 6,5 метров в час и 10,5 метров в час по секции 295-й. Это уже непосредственно добывающее. У нас затронула эта тема. У нас сейчас очень такая проблематичная коррозия. Есть, оказывается, такие приборы, которые можно контролировать скорость коррозии. И вот эти мне вещи очень понравились. Я обязательно всем нашим дочерям и компаниям, которые добывающим, хочу предложить. Обменялись контактами с коллегами касательно поставок трубной продукции непосредственно в заводской изоляции. Какими обменялись контактами с представителями компаний, которые выполняют экспертизу, которые выполняют инжиниринг, чтобы уже в дальнейшем при получении проекта и прохождении тех или иных экспертиз нам облегчить себе работу. Конференция синтезирует научно-технический опыт. Не только определяет вопросы, но и дает ответы. Коллеги делятся кейсами, которые проходят апробацию в их организациях. Ежегодно события наращивает практический и деловой потенциал. Мой доклад будет посвящен цифровой системе ЕСТМРС. Она упрощает работу нам всем. Сама система наставлена на то, чтобы уйти от бумажных документов в первую очередь и автоматизировать многие процессы по созданию планов работ, актов выполненных работ, план заказов. Но также она и облегчает систему, точнее, работу для заказчика. Было очень познавательно. Соответственно, были налажены контакты для дальнейшего сотрудничества и обсуждение перспектив для будущего. Главной ценностью Международной научно-практической конференции комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче, опыт, инновации и развития остается то, что знания и опыт, полученные здесь, применяются в работе, а специалисты получают мощный импульс к профессиональному росту. Субтитры создавал DimaTorzok